Повышает доходы населения, о чем я и говорил, особенно применительно к пенсионерам. С 1 декабря текущего года мною принято решение о повышении базовой части пенсии на 300 рублей. Это означает, что по отдельным категориям эта прибавка составит 500 и больше рублей. Но проблема инфляции существует. Цены – это тоже то, что сопровождает инфляцию. И правительством принят целый пакет мер, набор мер, которые, надеюсь, приведут к результату положительному. Думаю, что до конца года мы это почувствуем. Переходим к прямой связи с городами. Наши передвижные камеры сегодня установлены в разных городах России. Начинаем мы с Дальнего Востока. Итак, в прямом эфире Владивосток. И там работает наш корреспондент Эрнест Мацкевичус. Эрнест, здравствуйте. Мы ждем вопросы для президента России. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Сергей. Владивосток – самая восточная точка этой прямой линии. Мы находимся на главной площади в самом центре города. От нас до вас 9302 километра. Здесь уже темнеет. Это видно, наверное, по изображению. Рабочий день заканчивается. Погода портится. Только что прошел мощный дождь, но никого с этой площади не смыл. Вообще люди стали собираться, как только узнали, что именно с этого места можно будет задать свой вопрос президенту. А буквально только что подошла большая группа людей с острова Русский. Многие из них работают во Владивостоке. И через 50 минут, даже уже через 45 минут, уходит последний паром на остров. Поэтому давайте, наверное, начнем с них. Пожалуйста, кто с острова Русский? Кто готов задать вопрос? Мы готовы задать вопрос. Только представьтесь. Сатинкова Ольга Владимировна, жительница острова Русский. Уважаемый Владимир Владимирович, мы сегодня от лица 7 тысяч жителей русского острова передаем им огромный привет. У нас на Дальнем Востоке говорят следующим образом. Существует две России. Одна, процветающая до Урала. И другая Россия с островным синдромом оторванности после Урала. Далее до Москвы из Владивостока нужно затратить огромные средства. Только до Москвы билет стоит для одного человека 45 тысяч рублей. Это туда и обратно. И если Владивосток оторван от России, то мы, жители острова Русского, оторваны от города Владивостока. Вы не представляете, сколько у нас проблем. Их множество. И безработица. Островные дороги. Здравоохранение, образование. Их много. Но самая страшная проблема, катастрофическая проблема, это наша связь материка и острова Русский. Наша жизнь полностью зависит от парома. А паромы зависят от погодных условий. То ледовая обстановка, то штурмовая готовность. И мы бегаем по берегу, либо на острове, либо на материке, пытаясь попасть к себе домой или добраться на учебу или на работу. Именно по этой причине нам очень часто отказывают в приеме на работу. Мы очень надеемся на саммит. Мы надеемся на то, что саммит будет проведен у нас во Владивостоке на острове Русском. И хотя бы частично решит наши проблемы. Мы очень надеемся на вас, Владимир Владимирович. Именно благодаря тому, что вы, один из немногих руководителей нашей страны, регулярно приезжаете к нам сюда. В основном чиновники не балуют нас своим вниманием. И нас интересует вопрос, что же будет с нами дальше после вашего ухода с поста президента. И состоится ли саммит у нас здесь? Во-первых, я хочу сказать, что это больная тема для всей страны. Ситуация на Дальнем Востоке и в Забайкале. Из этих регионов выехало в последние годы полтора миллиона человек. Происходит депопуляция этого региона страны. Это абсолютно недопустимо и крайне опасно для нас. Россия веками осваивала эти территории, и мы не допустим того, чтобы ситуация там деградировала и дальше. Что для этого делается? Вы знаете, что принят ряд программ, федеральных программ по развитию Забайкаля и Дальнего Востока. Создана специальная комиссия по моей инициативе. Эту комиссию возглавил председатель правительства Российской Федерации. Поэтому внимание руководителей и чиновников всех уровней не будет ослаблено к Дальнему Востоку. Наоборот, оно будет только возрастать. Это первое. Второе. В рамках федеральных целевых программ на развитие Дальнего Востока предусмотрено выделение значительных сумм из федерального бюджета. На ближайшие 4-5 лет это 500 миллиардов рублей. Это очень большие деньги. Мы таких денег ни на одну программу не выделяли. Но дело не только в средствах коммуникации с европейской частью. Здесь, как вы знаете, ну вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Люди, которые там живут, это понимают. Это диспаритет в тарифах на электроэнергию. И здесь намечено развитие собственной энергетики. И газовой энергетики, и электроэнергетики. Это создание новых рабочих мест и на базе, прежде всего, высоких технологий. Мы будем поддерживать те производства, которые на Дальнем Востоке являются традиционными. Это авиастроение и супер-жет, там вы знаете, наш самолет достаточно неплохо идет. Будем поддерживать судостроение. В рамках создания единой судостроительной корпорации все сегменты судостроения, которые присутствовали на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, они, конечно, будут поддерживаться в рамках этой корпорации. Будем развивать инфраструктуру, строительство дорог, портов и так далее, и тому подобное. Конечно, нужно и дальше думать о том, как снижать зависимость тех, кто проживает на Дальнем Востоке, в этих регионах, зависимость от больших тарифов на пролет или на проезд на поездах. И сегодня перекрестное субсидирование имеет место быть. Но мы не только его сохраним, но будем наращивать. Хотя более кардинальный путь решения вопроса – это повышение уровня доходов населения, которые там проживают, чтобы люди имели возможность свободно передвигаться по стороне. Уверяю вас, что правительство знает об этом и будет настойчиво добиваться решения этих вопросов. Внимание к Дальнему Востоку не будет понижено. Наоборот, оно будет только возрастать. Теперь, что касается острова Русский, это вторая часть вашего вопроса. Принято решение о том, что в 2012 году саммит Азиатско-Тихоокеанского региона, государство Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет в Российской Федерации. И я сразу же своим коллегам на последней встрече в Австралии сообщил о том, что если нам такая честь будет предоставлена, а решение, повторяю, уже принято, то мы будем организовывать эту работу во Владивостоке. Правительственная комиссия совместно с руководителями региона приняла решение о том, что центром проведения этого мероприятия будет как раз остров Русский. Для этого предполагается построить как минимум один мост, а может быть даже и два моста, соединяющие остров Русский с континентальной частью, с горным Владивостоком. Я просто не сомневаюсь в том, что это улучшит и ситуацию с работой, с дополнительными рабочими местами во Владивостоке и вообще на Дальнем Востоке в целом. Это будет способствовать развитию региона, и вот такие мероприятия, конечно, они важны, но важны не сами по себе, потому что они играют роль такого магнита для привлечения инвестиций, как внутренних, так и из-за рубежа. Это хороший сигнал, и он будет сделан. Эрнест, пожалуйста, еще вопрос для президента. Чтобы все было справедливо, я зайду с другого фланга. Кто еще хочет? Ну вот, давайте, молодой человек. Здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Владислав, я студент. Владимир Владимирович, вами была поставлена программа переселения соотечественников из-за рубежа туда, где они действительно нужны. Я знаю, что Дальний Восток также является таким регионом, однако в большинстве своем сейчас к нам едут не соотечественники, а не дремлют наши ближайшие соседи, к нам едут гости из ближайших стран. Помимо того, нужно каким-то образом задержать и оставить здесь тех людей, которые здесь уже живут. Вот, например, я студент второго курса и учусь по специальности в финансе. Я знаю, что большинство из моих однокурсников по окончании учебы собираются приехать ближе к Москве на запад или к Санкт-Петербургу, или наоборот, уехать на восток за рубеж. Более того, Владимир Владимирович, я не хочу уезжать, например, из нашего региона, но я понимаю, что найти работу здесь по окончании учебы мне будет довольно-таки сложно. Спасибо большое. Владик, я тоже не хочу, чтобы вы уезжали. И не только вы, но и ваше...